Несколько часов на поезде и вот уже победители с клюшками наперевес на перроне Чтенского вокзала встречают их главные болельщики. Во время международного турнира «Летний лед», который ежегодно проходит в одном из лучших хоккейных городов Азии – Цицикари, родители со своими детьми разговаривали только по телефону. Слезы счастья от того, что наконец дома скрывает купленные за границей соломенные шляпы. В этом году хоккейный турнир собрал 57 команд – Россия, Китай, США, Чехия. Порядка тысячи участников. Наши ребята в двух возрастных группах – старше и младше – уверенно взяли победу. У мальчишек и средней группы – серебро. И это несмотря на то, что целый месяц спортсмены не выходили на лед. У нас растопили же лед, не было тренировок. Вот первый раз там только начинали. Но тем не менее выиграли призовые места. Да. Пять игр было, все выиграли. В группе первое место заняли, потом вышли в полуфинал, обыграли американцев. А в финале не получилось там, да. Расслабились немножко. И вот из-за этого только и проиграли. А в какой в итоге? Второй место. А проиграли кому? Пекинцам. Китайцам. Они уже привыкли к соревнованиям и постоянным сборам. У каждого своя именная сумка, тяжелая. Внутри все самое необходимое для защиты. Ведь хоккей – это контактная игра. На площадке может произойти все, что угодно. Наши забайкальские хоккеисты не только надежды подают, они разъезжаются в очень раннем возрасте. Юноша 18 лет, у нас уже практически 5 человек из того состава, 6 уже разъехалось. Один уже в высшей лиге играет. Хотелось бы, чтобы у нас в Ищете была своя команда и создать такие условия, чтобы как можно меньше уезжало, а наоборот оставались в городе Ищете и играли за наш клуб. Еще одна победа – шаг навстречу к своей мечте стать великими хоккеистами. А для начинающих – лайфхак от капитана младшей группы Ильи Никитина. Сходите на спорт и бросайте компьютеры. Идите гуляйте.